15 февраля исполнится 31 год со дня вывода советских войск из Афганистана. Накануне в департаменте Комитета национальной безопасности чествовали ветеранов, очевидцев тех событий. Воины-интернационалисты делились воспоминаниями, в том числе и с нашим корреспондентом Абая Мальжановым. Было уже темно, моджахеды хотели с гранатомета подбить наш сопровождающий БТР, а потом разделаться с нами. Об афганской войне Кусман Бегалинов вспоминает с болью в душе. На его глазах шли ожесточенные бои и погибали товарищи. Выполнять интернациональный долг его отправили в 80-м и сразу получил особое задание – выявлять маршруты, банформирование и обеспечивать сохранность перевозимого груза. В одной из спецопераций он вместе со своими сослуживцами попал в засаду душманов. К счастью, в той неравной схватке им удалось выстоять, а позже и вовсе разгромить силы противника. Мы не растерялись, мы приняли правильное решение. И вот это вот нас пошло. У каждого у нас советника было к автомату два магазина. Мы их крестообразно изолентой завязали, чтобы можно было зарядить второй магазин. Отбивались от душманов как могли. Правда, все благополучно закончилось, только партийный советник получил ранение. Интернациональный долг тогда отдали более полутора тысяч североказахстанцев. За 10 лет война унесла жизни 46 из них. Сотни получили ранения и пропали без вести. Сейчас в регионе проживает больше 800 ветеранов. Среди воинов-интернационалистов участвовали и сотрудники органов национальной безопасности. Сейчас, дай бог, живы-здоровы. Мы по всей возможности их приглашаем, для того, чтобы они своим примером, словами подсказывали молодому поколению, что значит патриотизм, что значит любовь к родине, всеми возможностями. Мы, конечно, будем помогать и всегда будем рады видеть их у себя. В зале – сотрудники департамента. Многие из них только начали свою службу в органах национальной безопасности. Они задавали вопросы ветеранам и отмечали их самоотверженность, храбрость и героизм. Мы, молодое поколение, помним о подвиге наших воинов-интернационалистов. Никогда об этом не забудем. Мы должны равняться на ветеранов, ведь они сражались храбро и героически, чтобы защитить мирное население. Хочу сказать им большое спасибо. Такие встречи с ветеранами в департаменте – добрая традиция. Молодежь должна помнить и чтить мужество своих отцов и дедов. Абай Альжанов, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК.